Всем привет! Начинать даже страшно мне. Начну с того, что предварю данную беседу тем, что это всего лишь ответ на вопросы, которые я прочитал в комментариях. И не только прочитал, я читаю периодически. Уже несколько раз задавали вопрос, почему, Алексей, вам не нравится Pink Floyd? Во-первых, я не могу сказать, что мне не нравится Pink Floyd. Мне кое-что нравится, кое-что не нравится, но я не отношусь к так называемым хейтерам. Я вообще не отношусь к хейтерам в принципе. Я ненавижу какую-то группу, я ненавижу какого-то певца. Если мне не нравится какая-то группа, какой-то певец, я просто их не слушаю, но всегда стараюсь понять и, мне кажется, понимаю, насколько эта группа хороша объективно, насколько здорово играет тот или иной гитарист, насколько хорошо поет тот или иной певец. Другое дело, что не мой это вкус. Не вхожу я в резонанс с музыкой той или иной группы, так же как не вхожу в резонанс с этой пластинкой, которая является священной коровой для огромного количества меломанов, но при этом я знаю достаточно много людей, в том числе музыкантов хороших, в том числе и просто нормальных людей, а не музыкантов, которым эта пластинка не нравится. Ну что же, давайте посмотрим. Вот красота, конечно, красота, конечно, такая красота красивая, литературно выражаясь. Красота красивая. И плакаты тут у нас, все у нас есть. Я такой же парень, как и вы. Я также держу у себя дома этот альбом во всех видах. Открытки где-то у меня лежат из него. Там еще две открыточки есть. Нет их здесь нет. Где-то куда-то я их положил. Вот и вкладочка, и все дела. Гипогнозис, делал оформление. Вот такая пластиночка. Но это переиздание. Понятно, оригинала у меня нет. Я и не стремлюсь обладать оригиналом, потому что я, ну, не то чтобы редко слушаю этот альбом, я его, в принципе, вообще не слушаю. Я его слушал, когда учился в школе, в институте, танцевал под него в обнимку с девушками, потому что он весь медленный. Да, и вот я помню, во времена моей молодости говорили, что это очень удачная пластинка, в том смысле, что записываешь ее на катушечный магнитофон, на катушку. 275 метров, по-моему, такая небольшая. И она нон-стоп может играть, а ты нон-стоп можешь танцевать все, там, 40 с небольшим минут, пока длится эта запись, потому что она такая вся медленная. Хотя танцевать под нее достаточно странно, ибо она, в общем-то, сильно жесткая и по смыслу, и по музыке, и по всему, и по подаче, и по концепции. Совершенно не танцевальное произведение. Но меня с юности, с детства даже, я еще учился в школе, когда впервые услышал этот альбом. Wish you were here. Меня что-то в нем смущало всегда. Хотя все перлись, одноклассники, абсолютно все, включая даже родителей некоторых этих одноклассников. Что-то меня смущало. Можно, с одной стороны, так сказать, не с одной стороны можно, да, а можно подумать, что я совершенно тупой, человек жесткий, грубый и невосприимчивый, и не понимаю всей красоты, всей глубины этой музыки. Но в то же время можно сказать, что я очень человек чуткий, тонкий, восприимчивый, и понимаю всю глубину или не глубину этой музыки. Ну, в общем, сам себя не похвалишь, никто не похвалит, а скромность, как известно, это лучший путь к неизвестности, хотя к известности я не стремлюсь. Но, тем не менее, и то, и другое может быть верно и может быть справедливо. Никого не хочу обидеть тем, что мне не нравится эта пластинка, зато мне безумно нравится The Dark Side of the Moon. Я считаю, это одна из выдающихся записей рук музыки вообще и XX века, и XXI. Это неизбывная классика, и об этой пластинке мы поговорим отдельно, просто потому что я ее обожаю, я ее знаю хорошо, и я могу просто про каждый такт рассказать, что там где-то происходит. В отличие от этого альбома, который я слушаю очень редко, но хорошо помню. Так вот, о восприимчивости, о том, что меня смутило еще в детстве. Вроде бы все понятно, вроде бы все красиво. Вот это вот, вот это вот, глубокомысленная такая история. Ну, ощущение какой-то неправды у меня всегда было. Вот что-то меня царапало. А когда я подрос, погрузился в мир рок-музыки, в разных формах это погружение происходило, я понял, что меня не оставляет ощущение тяжелой работы музыкантов, когда я слушаю эту музыку. Тяжелой, изнурительной работы. Вот в комментариях написали, что рок-н-ролл это, рок-музыка, это серьезная работа, это люди работают, трудятся. Ничего подобного. Рок-музыка это игра. Музыка вообще это игра. Когда говорят о музыкантах на сцене, что они делают? Они работают, они говорят, музыканты играют. Этот человек замечательно играет. Денис Мацуев играет на фортепиано. Он не работает за роялем, он играет. И рок-музыканты тоже на сцене играют, и в студии они играют. Игра может быть очень затратной физически, морально, как любая игра. Игра в шахматы, например, игра в футбол, игра во что угодно. Если человеку нравится эта игра, он затрачивается, он потеет, устает, у него происходит разочарование, открытие, находки. Но это игра, это не работа. Если это превращается в работу, к сожалению, музыка такая вещь, тонкая и не очень человеческая, скорее она оттуда приходит. Она очень правдива, музыку. Музыку обмануть очень трудно. И в музыке всегда слышно, работа это или это игра. Игра. Люди должны играть, веселиться, радоваться окружающему миру, жизни и играть. Повторяю, это не отрицает трудозатрат на игру. Так вот, работа, работа, работа. В отличие от The Dark Side of the Moon, которая тоже по производству, по сочинительству, по исполнению была очень затратна. Очень много трудозатрат было, да. Но она вся в творчестве, она вся в кайфе и в игре, вот в этой. И взаимопонимание, взаимодействие там отлично слышно. И от этого она так и бьет. Ну, во всяком случае, меня по мозгам до сих пор. А вот эта штука, это тяжелая, изнурительная работа. Хотя результат получился. Слава богу, все срослось, и людям понравилось. И пять звезд везде, и The Best. Великолепная запись. Но вот это ощущение работы, конечно, здесь меня не покидает. Так все и было. Так все и было. Потому что после выхода The Dark Side of the Moon, Pink Floyd стали мега-звездами. Заработали невероятные деньги. Накупили себе всего, чего только можно. Замков, поместья, участков. Гассонов, полей для гольфа. И погрузились вот в эту замечательную жизнь миллионеров. Играть музыку им стало просто уже не очень интересно. Об этом много написано. И со слов самих музыкантов, и со слов окружающих их людей, поклонников, журналистов, критиков. Это все, в общем, всем известно. И стало гораздо интереснее играть в гольф, подстригать собственный газон. Как Ник Мэйсон говорил, что мне интереснее заниматься своим участком огромным. Или собирать картины, как Роджер Уотерс. Редкие, дорогие. Да, хорошие. Это замечательное занятие. Но играть музыку было уже просто ну как-то так. То есть концерты происходили, все игралось. Но нового альбома не было два года. Правда же. В 73-м вышел The Dark Side of the Moon, а этот в 75-м появился. Но акулы шоу-бизнеса ведь нависали. Давай, давай, Pink Floyd. Об этом, кстати говоря, пара песен здесь и есть. Welcome to the Machine, да, и еще кое-что. Акулы шоу-бизнеса хотели, хотели, хотели. И фирма Columbia заключила с группой Pink Floyd контракт. А Pink Floyd уже занимались рекламой каких-то там напитков даже. Чем привели в ужас своих поклонников. Но поклонники не отвернулись. И контракт на миллион долларов с компанией Columbia висел. Надо было его как-то отрабатывать. Аванс за альбом, да, миллион долларов. Это сейчас миллион долларов, не очень большие деньги для таких ребят. А в 75-м году это ого-го что было. Им нужно было действовать. А действовать что? Действовать всего четыре песни мы имеем в наличии. Были такие штуки, такие случаи с группой Iron Butterfly. Когда они записывали альбом, приобретший название впоследствии «Иннагада Давида», у них тоже материала не хватило на весь альбом. И они записали песню под названием «Иннагада Давида», которая заняла всю сторону, всю вторую сторону пластинки. И тоже был успех. Тоже все срослось, тоже все получилось. И здесь, слава богу, тоже все получилось. Но получилось с таким трудом. В студии работать было очень тяжело. Опять-таки, со слов самих музыкантов, со слов тех, кто был в студии. А по-другому, другой информации у нас нет. Мы все можем только читать, только искать где-то какие-то интервью, какие-то воспоминания и прочее. В общем, работать было очень тяжело. Ругались Гилмор с Мэйсоном, ругались все друг с другом. Алан Парсонс отвалил, потому что он занимался собственными проектами, которые были достаточно успешны. И, в общем, шло все очень медленно, туго, неинтересно никому было ничего, кроме, наверное, Роджера Уотерса, автора четырех коротких песен, коротеньких, из которых нужно было сделать целый альбом, чтобы оправдать вложения компании Columbia. Приходилось что-то выдумывать, приходилось делать вот эти грандиозные штуки. И здесь такое двоякое еще, двоякая такая вещь. Альбом-то посвящен Сиду Барретту весь от начала до конца. Боль Роджера Уотерса, боль всех музыкантов, всех четверых из-за утраты блестящего Сида, блестящего творца, гения, который дал толчок, дал направление движения группе Пинк Флойд. И исчез, сгорел, растворился, хотя в физическом воплощении остался, не умер, но все, он перестал быть как творец. И эта боль присутствует здесь, но боль что это такое? Это серьезная вещь. Посвящение любимому человеку это серьезная вещь. И она не может быть мега пафосной, грандиозной, такой как рефрен песни «Shine on a crazy diamond». Это выглядит смешно, смешно и пошло некоторым образом. В отрыве от посвящения Сиду Барретту это все красиво, это все правильно, здорово, мегаинтересно, музыкально и так далее, так далее, так далее. В контексте же посвящения это пошло, о серьезных вещах говорят тихо всегда. И чем вещь серьезнее, тем тише о ней говорят. С Богом вообще говорят шепотом, молитвы не кричат через мегафон. Если тебе придется, не дай Бог, говорить о чем-то серьезном, об утрате какой-то о ней, ты будешь говорить всегда тихо, ты не будешь орать на весь свет. А здесь это все вот так вот. Ну, так сложилось. Те, кто игнорирует в голове у себя, так сказать, отрывают вот эту историю с Сидом Барреттом, то все нормально, все музыкально, здорово, красиво, хорошо. А если подходить к этому уже так, как подходил Роджер Уотерс, когда писал эти песни, то уже это все так себе. Ну, если говорить о музыкальной стороне, то, конечно, вот это вот Шаймино Крейзи Даймонд, которая начинается с жужжания синтезаторного, да, потом уходит уже в гитарные, около блюзовые дела Гилмора. Длинно, длинно и не оформлено, и в принципе был найден идеальный вариант, когда хронометраж песни можно было растягивать сколь угодно долго. Там такая структура, что она не подразумевает какого-то конкретного конца в каком-то месте. Ее можно делать, можно отрезать здесь, можно отрезать еще через 2 минуты, можно еще 5 минут сыграть. Все будет продолжаться ровно так же, как и началось. Вот такая история. Хотя все красиво музыкально, вот эти 4 ноты на гитаре Гилмора, они работают. И всем это понравилось, все здорово. Ну, единственное, что настолько все чисто и хорошо звучит здесь, что проблемы возникали серьезные, в первую очередь, у Гилмора с Мэйсоном. Потому что Мэйсон не очень сильный барабанщик, даже и по современным меркам, и по тем меркам. А чувство ритма, настоящее роковое, рок-н-ролльное чувство ритма, у меня такое ощущение, что было у одного только Дэвида Гилмора из всей группы Pink Floyd. Потому что чувство ритма Райта, чувство ритма Мэйсона, чувство ритма Уотерса, они немножко не рок-н-ролльные. И в этом нет ничего страшного, потому что чувство ритма классических музыкантов, оно сильно отличается от понятия, не чувства, а понятия ритма классических музыкантов отличается от понятия понимания ритма рок-музыкантов. Это разный немножко подход. Мне не нравится манера игры Дэвида Гилмора, но я никогда не скажу, что это плохой гитарист. Мне не нравится, причем мне не нравится у него все вообще. Мне не нравится его звук, мне не нравится его манера. Он очень хороший гитарист, но не мое. Не от того, что он медленно играет. Я люблю, когда играют медленно. Когда я слышу все ноты, когда я слышу, чувствую то, что человек, гитарист, просите за тавтологию, чувствует то, что он хочет сказать, передает этими звуками медленными. Мне это нравится. Гилмор не попадает со мной в резонанс. Точнее, я не попадаю в резонанс с Гилмором. Ничего плохого про него сказать не хочу. Что касается его звука, он настолько хорош, настолько он блестящ, настолько он тонок и чист, что меня не покидает ощущение, что я слушаю тестовую игру на новой модели гитары Fender Stratocaster. Или тестовую, тест каких-то обработок хороших. Там, ревербератора, чего-то еще, чего-то еще. Настолько все хорошо, нельзя так хорошо звучать в рок-музыке. Нельзя. Возьмите группу ЕС, группу Genesis, если говорить о прогроке, какую угодно. Ну, невозможно такую чистоту кристальную, тест-драйвовую какую-то иметь. Это мое мнение, никому не хочу его навязывать. Так вот, вот эта адская работа, этот адский труд, который начинается с первых же тактов Шайна на Крэйзи Даймонд, я его слышу. Все время я его слышу. Потому что нужно сделать хронометраж. В то же время нужно передать свои чувства, свои ощущения от утраты Сида Барлетта. С третьей стороны, нужно сделать так, чтобы пластинка продавалась. Я извиняюсь, конечно, но об этом думает любой музыкант, дошедший до определенной уже ступени в шоу-бизнесе. Делать хуже, чем The Dark Side of the Moon нельзя. Это будет провал, все будут ругаться. Все будут поливать грязью, пластинка будет плохо продаваться. Дальнейшее будущее будет туманным по работе с серьезными рекорд-компаниями. Этот момент всегда присутствует. И вот тонко, серьезно мы делаем психоделическую арт, в кавычках роковую композицию. Делаем. И несмотря на то, что хочется сказать серьезно о Сиди Барлетте, приходится вот это вот петь изо всех сил, кричать. Что Роджер Уотерс и устроил, сорвав себе связки, пая вот этот самый Shine No Crazy Diamond и на первой стороне, и на второй стороне. Что касается первой стороны, вот этих первых нескольких частей этой песни Shine No Crazy Diamond, то, конечно, когда я добираюсь до вокальной части, я чувствую облегчение некое. Потому что, наконец-то, грандиозное вступление гилморовское и синтезаторно-барабанное, где все-таки ритм соблюдается, оно заканчивается, начинается песня. Песня короткая сама по себе, Shine No No Crazy Diamond. И вот заканчивается вокальная часть, очень красивая, с отличной гармонией, с хорошей вот этой вот гармонией, аккордовой прогрессией. Красиво, все правильно, все здорово, очень хорошо, замечательно. И дальше идет инструментальная часть, которая ровно повторяет то, что было в начале. Это я уже слышал, хорошо. Играется дальше, саксофон начинает играть. Играет ровно то же самое, что было в начале, только без саксофона. И только второе саксофонное соло, вторая часть саксофонного соло, она как-то бодрит, как-то раз, что-то произошло наконец-то. В музыке что-то произошло. Красиво, здорово, хорошо. Но потом начинается индустриальная вот эта вот неразбериха. И страшно утомительная, страшно какая-то немузыкальная песня Welcome to the Machine. Она настолько неприятна, что как-то даже странно делается. Потому что Shine on a Crazy Diamond – это красивая, классически выстроенная такая вот гармония. А тут настолько как-то это все некрасиво и жестко и неслушабельно вообще. Если бы не бренд Pink Floyd, если бы не вот этот шлейф, шлейф кайфа от The Dark Side of the Moon, да и бог с ним упускай даже от Shine on a Crazy Diamond. То как-то даже и слушать не хочется этот самый Welcome to the Machine. Ну не хочется, ну некрасиво. Я понимаю злость Уотерса, его ненависть к шоу-бизнесу, его ненависть к богатым. Хотя сам он миллионер и у него висят картины 19, 18, 17 и 16 века в его замке, в его доме, в его квартире. Я не знаю где там у него все это висело. И он очень богатый человек, играет в гольф с миллионерами, но миллионеров ненавидит при этом. И шоу-бизнес ненавидит, который дал ему все эти гигантские деньги. Ну вот такой человек, с одной стороны беру, с другой стороны ненавижу тех, кто это все мне дает. Ну да бог с ним, ладно. Тяжелая, изнурительная песня, это Welcome to the Machine. Ну пускай это будет состояние несчастного Роджера Уотерса, который мучается от того, что ему приходится заниматься шоу-бизнесом и получать миллион долларов от компании Columbia. Пускай. Он передал это состояние, я поверил. Хорошо. Верю в это. Ну, слава богу. Have a Cigar. Следующий номер. Ну, я, поскольку человек тупой, нечувствительный, бездуховный абсолютно, мне эта песня очень нравится. В отличие от Шаймон и Крейзи Даймонд. Вот, я же купчинский парень, который любит простой, нормальный, хороший рок. Типа там Sonic Youth, да, и прочих Pixis и Deep Apple. Да. Вот. И вот Have a Cigar. Прекрасный риф. Вот эта мелодическая фраза, очень интересная. И очень традиционная клавишная. Та-да-да-да-да. Очень лаконично, круто, качает. Очень красиво. И очень драматично. И спета драматично, и смысл доносится, и эмоции. Все присутствует, и все по-честному, и все находится в балансе. Все находится, все одно соответствует другому. И мысль, и пение, и эмоции, и музыка, и вот эти вот музыкальные фразы клавишные. Насколько все слилось, раз, бац, получилась вот эта песня, получился просто такой вот эхо The Dark Side of the Moon. Прямо вот, прямо бери этот номер и вставляй его в Dark Side of the Moon, и он там будет абсолютно на месте. Настолько он хорош. Ну, не говоря уже о следующей пьесе Wish You Were Here. Это, на мой взгляд, просто шедевр. Это, может быть, это лучшее, что написали Pink Floyd и записали. Это настолько хорошая, как мне кажется, на мой вкус, песня, что вот это единственное, что в этом альбоме меня поднимает. Я воспаряю в небеса, как это спето, как это сыграно, как это аранжировано, как это вовремя заканчивается без излишнего пафоса. И вот пафоса нет совсем там, что хорошо. И это действительно обращение к Барретту, это действительно боль, это действительно трогательно, честно, человечески, очень понятно и очень доходчиво. Просто очень хорошо. Wish You Were Here, это действительно... Действительно, ради этой песни стоит, в общем-то, иметь этот альбом. Это по-настоящему. Все остальное, мне кажется, это конструктор. Это сконструировано профессионалами. Ничего плохого не скажу. Профессионально сделано, просчитано очень точно. Все на месте. Другое дело, что я слышу, что это просчитано, что это искусственно, вот так вот, одно пришито к другому, что дальше, давай дальше, вот это вот так, вот так, вот всяк. Ничего естественного там я не чувствую. Ну, может быть, я глухой. Вполне допускаю. А Wish You Were Here, это откровение. Ну, а дальше, что остается нам делать? Дальше у нас продолжается, поскольку песен-то всего четыре, а альбом еще не закончен, что будем делать дальше? Дальше мы ставим не то чтобы вторую часть Shine On A Crazy Diamond, а какую-то там пятую, шестую, седьмую, восьмую, там ставим до конца альбома. И пошла история. И сыграли все, что мы умеем. Мы сыграли медленную часть, потом мы сыграли энергичную часть того же самого. Берем то же самое, делаем его в стиле рок, потом берем то же самое, добавляем туда немножко джаза, потом берем то же самое, делаем опять медленно, потом опять добавляем туда рок, меняем немножко ритмическую структуру, играем то же самое с другой немножко сеткой. Вот так вот И, так сказать, на гитаре Играем примерно то же самое Все С тем же самым настроением С теми же самыми бендами Абсолютно ничего не меняем Не надо, и так все хорошо И заканчиваем Посмотрим, что будет дальше Что получилось Дальше безумный успех Продажи И всенародная любовь Очень хорошо, я очень рад Этому факту Что такие адские Нечеловеческие труды Увенчались успехом Как финансовым Так и в смысле Всенародной любви Эта всенародная любовь докатилась Даже до Советского Союза Потому что школьники Коим я был в те времена Еще в 75-м году Да, 75-й год, 15 лет Мне было, да, школьники Студенты Взрослые дяденьки Которые Занимались спекуляцией Пластинками На черном рынке Который в Ленинграде Назывался толчок Все боготворили Просто этот альбом И считали его даже лучше Чем Доксайтов Демон Что я категорически не поддерживаю Но тем не менее Все кончилось хорошо Слава Богу Вишевая Ахия Который я не слушаю Но он у меня есть Потому что По этой пластинке Есть несколько Очень любимых Мною кусочков И в минуты Какого-то такого Отчаяния Которые бывают С каждым человеком Минуты отчаяния У каждого случаются Я иногда ставлю все-таки Песню Вишевая Ахия Понимаю, что Не все так плохо И все будет Хорошо Рано или поздно Например Всегда ведь можно Пойти И выпить Что я прямо сейчас И сделаю Пинфоэт Это не последняя История Про Замечательную группу Пока